Микс Ньюс Утро на Болткове Продолжается утро на Болткове, уже последняя часть утра. Мы снова встречаемся с представителями, руководителем компании «Велокурьер» с Олегом Столяровым. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну и, наверное, конечно, возможности, поговорим о том, что, какие возможности предоставляет велосипед для того, чтобы отправиться в путешествие по туристическим маршрутам, потому что все мы знаем, что все-таки, ну, для тех, кто не любит просто загорать, валяться на песочке где-то возле моря, тем более сейчас такие сложные проблемы, чтобы уехать, приехать. Вот велосипед, что, далеко ли можно уехать на велосипеде, какие вот маршруты интересные, какие есть возможности, которым велосипед предоставляет? Ну, знаете, в Латвии ситуация интересная, ну, я как работаю велокурьером, но хобби у меня велотуризм, я очень люблю велотуризм заниматься, потому что я здоровье, и занимаюсь постоянно. Я вообще с велотуризма и начал, если по-честному. Велокурьер пришел с велотуризма. А ситуация с велотуризмом в Латвии, она очень такая интересная, потому что есть какие-то, скажем, во-первых, международные маршруты, которые создавались там, когда мы вступали в Европейский Союз, и, конечно, была идея, что Латвия будет такой, как, ну, как Холландия, как там Германия, и, конечно, по всему веломаршруту. Ну, грустно, но ничего не получилось. Идеи были хорошие, и тогда это был проект Евровелла, конечно, на который все очень надеялись. Все надеялись на Евровелла, протянули маршрут. Евровелла 10, Евровелла 11, Евровелла 13, с таким пафосом, что, ну, тут будет куча туристов, и будут местными ими пользоваться. Ну, все разбилось. Все разбилось в правила дорожного движения, в основном в правила дорожного движения, конечно, потому что разбилось в деньги, в правила дорожного движения, разбазаривание какое-то, да, и практически Евровелла маршрут, они идут через Латву, и кое-где есть знаки какие-то определенные, да, но ими пользоваться невозможно. Потому что они идут в основном Евровелла, они думают по-европейски, а европейская ситуация была, когда идет асфальтированная дорожка. Ну, и асфальтированная дорожка для велотуристов. И мы должны отличать дорожки асфальтированные, потому что есть дорожки, которые, например, если мы говорим Рига-Юрмала, то практически оно строилось как туристическая дорожка, строилось, но она сегодня превратилась в практическую дорожку. То есть есть веломаршрут для практических, например, Рига-Юрмала, да, там, Рига-Огры будет обязательно, да, Туда, куда люди на работу. Там нет элементов туризма. Есть чисто с элементами туризма. И Рубика велодорожка, она вообще рассчитывалась больше в то время для велотуризма. Потому что расстояние в Юрмаву, там не каждый мог ездить. Но за эти годы велосипеды стали лучше, практичнее. Детали лучше, скорость лучше. И, конечно, она уже превращается в такую практическую. А если мы говорим о велотуризме, я отошел немножко от Абравела. Но это была такая, типа, велодорожка через одну страну, что человек может из одной страны в другую страну попасть на велосипеде. Ну, довольно безопасно. И, конечно, там, если он едет из одной страны в другую, это уже не Дарья Юма брал цены. Конечно, он хочет посмотреть местную округу, как все выглядят. И так создавались эти веломаршруты. Литовцы его очень хорошо сделали. Они работали по Кольской косе. Они практически сделали такую велодорожку, самую длинную велодорожку в Балтийских странах. Я думаю, там, какие-то 80-80, до латвийской границы они... Вот как у российской границы началось. В России, как в Латвии, ничего нету. Ничего нету тоже. Но летуты сделали. Но там же нужна инфраструктура, там нужно, чтобы человек... Вы знаете, они очень подошли проблематично. Они брали старые дороги, просто их или асфортировали, или ставили глиняный грунт. Глиняный грунт, да. Вот идеальная дорожка в Венспилсе, я считаю. Вот можно посмотреть на глиняном грунте, там и озеро есть такое, в Венспилсе, вы поедете, там, колоссальная велодорожка, именно для туризма, да, вокруг озера, без асфальта. Вот. Но литовцы ушли вперед. А в Латвии все эти проекты, они финансировались, и практически никто... Ну, вот еще и вообще такая, в Латвии вообще, скажу, такая черта нехорошая, что люди, они обычно... Вот еще и русские делят, потом велосипедисты там такие-таки... Все время появляются какие-то маленькие группировочки, да, и с друг другом ругаются, ссорятся, и вообще ничего не происходит поэтому, да, что у людей все внимание уходит на то, ну, на какие-то личные амбиции, да. И это везде. В госструктурах такое, на бытовом уровне. Вот это Латвия такой неприятный такой. Осадок есть, что люди не могут... И да, и вот это Аравелла не получил с Латвии вообще. Его протянули вдоль шоссе, я очень много спорил там до слез, даже на семинарах года два-три назад сейчас я извиняюсь, я больше не спорю. Говорю, ну, ребята, ну... Они говорят, может ехать, например, как приехать в его туристы, вот, к примеру, из Клопеды в Лепове, ну, кукол сам. Пусть едет по дороге. Я говорю, ну, нельзя ехать по дороге, там кышка этому человеку будет. А фура должна думать, что впереди велосипедисты, они должны думать по-западному, они должны ее объехать, понимаете? И вот такая политика, да, как бы вот на Западе вот фура объедет. Я говорю, ну, не объедет она ее, ну, стукнет она этого велосипедиста там, да. Ну, нельзя делать. Вот по лосу рядом, вот если это... Понимаете, там есть места, где болото. Вот, например, если пройти из Клопеды в Лепове, там папа с националом, из Паркс, там болото. Ну, там на велике проехать невозможно. Там надо сделать... Ну, нельзя. Ну, то убить там нельзя. Там надо делать вдоль моря серьезную велодорожку. Там нельзя проехать на велике. Пусть едут по шоссе. Я говорю, ну, давайте сделайте на шоссе там по лосу. Ну, хотя бы в этом ситуации. Ну, можно там метр отправить. Нет, нельзя, мы нарушаем правила и так далее, пусть фура объезжает. Ну, а до абсурда, понимаете? А по правилам вы можете ехать по краю дороги. Вас никто не запрещает. Вы имеете право ехать по краю дорожки, но чтобы сделать там по лосу, ну, 50, ну, на велосипедисту 70 сантиметров. Ну, сделайте. Ну, ребят, ну, нет, там бесполезно. Вы знаете, настолько безлогично это все, что вы прямо до слез. Вот, например, возьмите вот Виабалтика, да? Ну, хорошая штука, между прочим. Ну, а вы знаете, что говорит мистер сообщения? Плохая эта штука. Я говорю, как плохая? Ну, там же вот люди едут, там же полоса всегда, вот на Виабалтике там запасная полоса. А вы знаете, плохо. Я говорю, а почему плохо? Мне как велосипедиста там хорошо. Я хоть быстро могу проехать, безопасно более-менее. А ты безопасно не проедешь. Я говорю, почему? А потому что машина, вот она вот задумает, она может обгонять. Она туда зайдет, там были аварии. Я говорю, ну, так при чем здесь машина? Дорога-то нормальная. Так люди неправильно едут или как-то не понимают. Людей воспитывать, а не дорогу. И вы знаете, и вот все это вот, вот я говорю, аравравер, так сердце болит за это, да? Я понял, что ничего сделать не могу. Ничего. Я там как велосипедист, как велосипедное объединение, ну, бесполезно, как ничего не могу сделать. Ну, это такая вот тема про Аравравела, и он не пошел в Латвию. Я думаю, его и не будет. Лет пять пока там что-то не изменится, ничего не произойдет. Вторая тема, конечно, местные веломаршруты. Там тоже интересный вариант, понимаете? Ставится, у нас можно, есть такая, вы сделали веломаршрут. Вот вы, вот вы кто? Любой человек, который сейчас меня слушает, он может сделать веломаршрут, его можно зарегистрировать. А зарегистрировать его нужно в Валмерс Туристовой Ассоциации. Она регистрирует, в Винземе с Туристовой Ассоциацией, с Атвойной Асс, она в Валмере находит. А вам ничего не надо. Берете, ну, кто регистрирует, ставьте свой номер, на листочке пишите маршрут, там, например, Рига, Лимборджи, там, Сигволда, да, и вы регистрируете, и вы получаете номерации. То есть, у вас есть веломаршрут, вы его зарегистрировали. Но вопрос о том, чтобы были какие-то стандарты, ну, понимаете, там должны быть безопасность стандарта, допустим, должен GPS-трафик быть, которого нету там. Ну, есть какие-то нормы, ну, если веломаршрут, а там норм никаких нет. Но вы регистрируете. Ну, у нас вся Латвия вняла веломаршрутов, если зайти, там просто столько веломаршрутов, выбирая не хочу. Вы правильно, езжай не хочу. Ну, а как ехать? Как? Ну, есть там некоторые люди, там карты есть, понимаете, но регистрацию делают в 2012 году, сейчас 20-й год, 21-й уже будет. Уже без GPS-трафика маршрутов нет. Ну, нормально уже ставить GPS-трафик. А там этого даже не требуется. Но вы можете идти туда, ругаться с ними, они скажут, ребята, а почему вы ругаетесь? Мы же это бесплатно делаем. Они деньги за это не берут. Понимаете? Бедрия бы не берет за эти деньги. И, а как можно человека ругаться или к ним предъявлять претензии, когда они за это деньги не получают? Ну, и вот, и вот такой халост он такой получается. Потом есть туристные ассоциации, это уже где туризмом занимаются. Она говорит, ну, нет, это деба добровольная, зачем там какой-то контроль проводить, так далее, так далее. Но все это останавливается в такое, знаете, интересное, что там, где государству не надо, ну, там, где государству не надо функционировать, вот скажем, ну, аэрбалтик, допустим, столько авиакомпаний, ну, куда там конкурируют еще государственные компании? Вот там есть. А там, где государственный монопол, вот там почему-то частные компании. И все, все шиворот на выворот, да? И в этой ситуации этот шиворот на выворот, он вообще неповторимый. А не было ли каких-то казусов? Потому что, вот я представляю, я турист из, например, Голландии, где велодорожки, это вообще культ. И приезжает он в тот же Венсполс, видит, что есть веломаршрут, и Венсполс лепая. Вот он садится на велосипед, едет, и понимает, что там не дорожка, как он, в его понимании, веломаршрут, а там лес, песок, море, потом опять лес, песок, 10 метров нормально ассоцированный. Это очень хороший пример. Вот вы говорите, там, например, есть такая дорога, она из Лепа и взъема поедет, взъема поедет. Ну, там он веломаршрут, официальный, по-моему, 152-й даже, не помню. Ну, короче, вы там умрете на велосипеде, потому что, ну, там, я на своем вот таком, ну, понимаете, мне дорогие велосипеды, такое, ну, я могу на нем проехать. Ну, человек на простом велике, тем более голландец, он отвечен, как веломаршрут. Он туда заедет, он будет проклинать эту Латвию, да, и эти знаки. Ну, в общем, не ставили вообще их там. И, ну, вот это такие казусы, потому что, ну, и никто с этой системы, вы знаете, ну, конечно, надо, ну, обществу велосипедистов кинуть, ну, в камень, потому что никто ничего не делает. Но, опять же, как ты можешь там что-то говорить обществу велосипедистов, когда все бри прат, их дарпс, да? Опять же, бри прат, требовать от людей от того, что если вообще бри прат, то, что еще что-то поделают, да, ну, есть там сайты, есть какие, но есть и хорошие примеры, конечно. Поэтому в этой системе ориентироваться практически, если мне говорят, Олег, ты можешь что-то посоветовать? Я говорю, знаете, ну, ребята, наверное, ничего не могу, но надо тогда их обрабатывать самому. То есть, вы не получаете готово, берете маршрут, с подозрением на него смотрите, да, посмотрите карту, потом вы должны идти, конечно, сами еще в одну карту, смотреть, какая там грунтовка и так далее. То есть, ничего не поменялось, как вам там 20 или 30 лет назад вы готовили веломаршрут при коммунистах, ну, в то старое время, при коммунистах, когда была легенда, когда вы звонили знакомым, спрашивали, тогда это все осталось. То есть, получается, у вас есть, как говорится, наводка, наводка на эту тему, наводка проехать лепое весло, а дальше уже, миленький мой, давай бери интернет, бери знакомых, бери телефончик и работай, как в старые времена. Но ведь получается, что тогда, какая разница между веломаршрутом и просто вот любым маршрутом, который я составлю себе, вот хочу проехать так, так, так. И вот... Ну, если по честному, никакой. Никакой. Абсолютно. Потому что, ну, это такой абсурд есть, конечно, да, но ничего, ничего не получилось. Поэтому я надеется только на самоуправление, можно туристические информационные центры, может быть, они что-то рассказывают. В общем, ничего я вам такого вот, к сожалению, ну, честно я вам говорю, ну, к сожалению, я должен признаться, ничего хорошего сказать не могу. Но если хорошие примеры, ну, там можно все ругать и говорить, а, все плохо, тогда жизни ничего нету. Да, но это неправда. Есть очень хорошие примеры, и вы знаете, мы... Есть такой маршрут, который идут кайнеки. Кайнеки – это пешеходы, называется очень популярно Камино. Камино, да. Вы знаете, есть собралась группа энтузиастов из Камино, и они за год, вот за год они без денег сделали колоссальный маршрут. Они сделали колоссальный маршрут, который уже готов у них для пешеходов. Он идет из Жагара до Риги. Да, из Жагара до Риги. И они его готовят, мне кажется, ко второму июлю они сделают от Риги до Валки. Но самое интересное, что у них маршрут рассчитан для пешеходов, но для велосипедистов – это фантастика. Почему? Потому что у них очень подробные описания, очень подробные на маршруте ночлеги, очень хорошие карты. Они взяли, договорились, заключили договор с Латвией, с ВАУСМЕЖИ. Вы выкачиваете карту, на телефон выкачиваете карту, и вы уже без интернета, поэтому GPS-трафику можете ехать. Понимаете, у вас есть телефончик, вы закасали GPS-трафик, у вас есть маршрутик, по которому вы уже никак-никак. Если у вас телефон, ну, нос, я сейчас сел, да, они где могут ставить знаки? Но почему со знаками большая проблема? Мы можем в силу отмаркировать, в силу, скажем, трассу отмаркировать, ну, какие-то ребята захотят пошутить, или время, да, они эти маркировки могут снять. И тогда этой маркировки, от нее очень мало пользы, потому что ее можно содрать, убрать и так далее, и так далее. А вот GPS-трафик убрать нельзя с телефончика, понимаете? И вот у них очень хороший GPS-трафик, очень хорошие карты, очень хорошее описание. И это уже сейчас... Это сейчас работает, вы знаете, вот я все-таки делаю какие-то, мне тоже суббота, воскресенье, мне хочется на какие-то экспедиции поехать. И я вот по Латвии, по Латвии, я вот по вевотуризму, я иду на МТБ в велике. Это мой личный опыт. Или я еду по Юртака, Юртака это опять же пешеходная трасса, да? Или вот это... У них как пешеходная она, но на велосипеде класса МТБ это фантастика. Машин очень мало, да? Вы по тропиночкам, по лесу катаетесь, на вас никто не наезжает, вы можете детей с собой взять, да? У них там где ночлег, где можно покушать. И очень хороший картографический материал. Практически вот от них, это стыдно признаться, мы можем учиться от людей, которые просто с энтузиазмом сделали камину Латвии, да? Они называют камину Латвии общество. И у них тематика, у них религиозная тематика. Я знаю, что если церковь, то будет вокруг церквей этих обязательно дорожечка проходить, да? Продумано, чтобы она была красивая, чтобы она была приятная, да? Ну, вот очень хороший пример, вот я считаю, вот камину Латвии, ну, он для кальников, да? Ну, это конфета. Вот я этим людям очень-очень благодарен. Они показывают то, что можно сделать. Прекрасные вещи. Можно это как-то дальше продвигать, и когда вот сделали это энтузиасты, как-то сказать, что, ну, вот видите, вся работа уже сделана, вам осталось только поддержать, грубо говоря, там, копейкой. Ну, копейкой, конечно, не копейкой. А вы знаете, самое интересное, что вот настоящие энтузиасты, они денег не просят. Вот они сделают, и людям подарили, и не просят, ничего не просят. Вот такая, парадокс такой, да? Настоящие люди, у которых не любовь к людям, вот они так просто вот дарят, вот берите и пользуйтесь, да дай вам Бог здоровья, да? И вот, наверное, на таких людях вообще все держится. Можно ли ожидать, что будут дальнейшие какие-то маршруты разработаны? Вот на основе, на опыте, используя вот этот опыт? Вы знаете, очень, конечно, что, что, что вы скажете, ну, а что должно делать государство? Ну, действительно, ничего не здесь делать. Ну, знаете, я уже говорил на этих передачах, потому что, если брать пример Венгрии, ну, там 8-9 человек работают по велотуризму, но один человек просто должен координацию проводить. Понимаете? Я не могу, например, позвонить какому-то клубу и сказать, вы знаете, вот там вы так, не так сделали. Ну, что ты вообще лезешь? Ну, что ты мешаешься, да? А если, говорит, если есть какой-то координатор, который отвечает за политику туризма, да, именно за велотуризм, за водным туризмом то же самое. То же самое, только уже бардак. Там 20, 20, вы найдете, 20 мая слабо, очень хороший маршрут, очень плохие маршруты. Понимаете, хаос. Просто нужен человек, который это все объединяет в единое и координирует, и помогает, да? Это несложно, понимаете? На каждом предприятии должен быть руководитель. Ну, кто координирует, помогает, собирает. То же самое и здесь. Но этого руководства нет. Нет. Или у нас есть руководство, как при Сталине, да, а вот такого среднего, вот такого, чтобы помогать, консультировать, сделать какой-то семинар, собрать этих любоэнтузиастов, опытом поделиться, понимаете? Ну, найти деньги хотя бы для этого, кто делает эти маршруты, объяснить, рассказать по-хорошему. Давайте так делать, давайте так делать, давайте там сайтики сделать. Этого у нас нет. Вообще никто с этим не работает. Но для велотуризма нужны ли все-таки особые какие-то велосипеды туристические или можно обычному горожанину отправиться, рискнуть, во всяком случае? Ну, вы знаете, нет, потому что я говорю о том, что, о безопасности. Почему этот маршрут очень хороший, вот я его, потому что он каник. То есть люди тут пешком по нему, да, и он очень безопасен. А если мы говорим о людям, которые любят кататься на тонких шинах, например, первая тема это смотрите, где нет машин. Ну, чтобы не было машинного трафика. У Латвии она хорошая для туризма. Латгалия очень хорошая. Там первый образ у нас, да, первый образ, но вообще никого нет. Там машин нет, людей нет, тишина, покой. Фантастика, и очень близко. Можно сесть в поезд и поехать в Латгалию покататься, и очень хорошо. Вдоль моря очень хорошо кататься, потому что, опять же, с одной стороны моря у вас будет меньше трафика. Вы дойдете там до Мерсеракса уже, ну, до Мерсеракса, до Энгура доходите, а после Энгура уже тихо, спокойно. Что еще очень велосипедистам рекомендую, конечно, это надо рано вставать и очень хорошо кататься с пяти утра до восьми утра, до девяти утра. Машин мало, трафик маленький, да, и днем спать у моря, днем спать, да, ночью очень хорошо кататься. Вот, до анекдота, вот, вы не смеетесь, потому что вот техника такая, что очень лампочки хорошие, есть очень хорошие лампочки, фонарики, да, задние, передние, ночью есть, очень фантастика, машин вообще нет, да, и вот если вам надо быстро проехать какое-то расстояние, вот, допустим, от пункта А до пункта Б, в котором нет объектов, ну, просто перегнать, как бы, да, ночью хорошо перегоняется, рано утром очень хорошо перегоняется, вечером очень хорошо перегоняется, то есть надо самому фантазировать, то, о чем я же говорил, что в Атве стандартов не будет, вам надо просто, просто самим быть очень таким, ну, копаться, складывать саму, вот, к сожалению, понимаете, вот, к сожалению, ну, по-честному. Энтузиастов у нас хватает, как вы считаете, не перегорают ли люди достаточно быстро? Нет, вы знаете, я обязательно на следующей передаче, я уже больше сам, делал эво-дрону, я на следующей передаче обязательно приглашу одного человека, который занимается картами, которые рисуют карты для людей, которые рисуют бесплатно, картами, которые вы можете пользоваться, но они, опять же, все-таки на телефоне, телефонные, понимаете, но, к сожалению, время бумаги уходит, время знаков, разметок таких, оно тоже, к сожалению, уходит, ну, и вы сами видите, люди на Вейзе ездят, все время у каждого телефона Вейз. Но мне не нравится, конечно, с одной стороны, но жизнь есть жизнь, понимаете, надо жить вот в современном мире. И на следующем передаче мы уже будем говорить уже о картах, я чувствую, время кончается, Потихонечку, да. спасибо большое. Действительно, вот о туризме, о велотуризме, о том, как можно сделать очень увлекательное путешествие. Проверять веломаршруты, действительно, да, нельзя доверять тому, что написано в интернете, что веломаршрут есть, это действительно... Еще ничего не значит. Еще ничего не значит, это 100%. Но вот видите, какие замечательные для тех, кто хочет, есть возможность вот по этому маршруту паломников пройти, проехать, вернее. Основатель и руководитель компании «Велокурьерс» Олег Столяров был у нас в студии. Не переключайтесь, сиденье у нас сегодня длинное и насыщенное. Я бы сказала, что практически ни одного свободного часа сегодня не будет. Добро пожаловаться после 10 часов, после новостей, после 12 часов программы «Разворот» будет у нас тоже такая спортивная тема, организатор «Рижского марафона» Айгар Нордс будет в этой студии. После 13 часов «Зеленая лампа» вот так вот у нас зажжется на час, теледиктор Юрий Кушпелло будет и расскажет новую историю и очередная просьба о помощи к вам. После 15 часов абонент доступен, глава Центра по изучению проблем религии и общества, Института Европы Роман Лункин будет, но потом диагноз недели и вечерний интерактив. Анастасия Смоловская, Олег Пек, этим утром были с вами, Евгений Копеин помогал нам, спасибо, всего хорошего, не переключайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok